МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он далеко не мальчик, конечно. Но золотой? Но спасибо. Конечно. Я бы сказал, бриллианты вообще бесценны. Николай, а вот по ощущениям, вас все любят или есть те, кто не очень? Мне кажется, что когда любят все, это уже нет прецедента. Никто не спорит. Значит, это путь к неизвестности. То же самое, что когда все не любят или когда все любят. А когда все время есть и те, и другие, это и дает то, когда обсуждение идет, это значит, что-то происходит. Энергия не может подходить всем одинаково. Все-таки я был театральный артист, да, и, конечно, тут люди боролись друг с другом. И это прекрасно, это замечательно. Я, как сказал Бунин, я же не червонец, чтобы всем нравиться. Но если по ощущениям не любят, то за что? Ну, вы знаете, вообще очень интересная вещь. Меня очень не воспринимают люди, которые серые, сами по себе. И у них нет желания развиваться. Это раз. Я это очень сильно обращал внимание. Но это я говорю сейчас об артистической жизни, да. Меня очень многие не любили за очень злой язык мой. У меня очень бритва. И я даже сам боюсь очень часто пошутить. Я сознательно не хожу на некоторые премьеры или не хожу на какие-то события. Потому что я знаю, что я пошучу. И это принесет, как правило, много-много неприятностей. Мои клички, если я дал ее, если я там в шутку вот так бросил, приклеиваются навсегда. Человек не отмоется. Никогда. Потому как бы я знаю за собой, я сам этого очень сильно опасаюсь. Но это касалось и меня. Я и про себя говорил очень часто. То, что потом тоже улетало в народ. Потом что еще? Знаете, очень не любят заяркость. Очень многие не любят заяркость. Ну, что я могу сделать, что я с детства был такой вот как бы... Золотой. Подвижный ребенок. Очень как бы... Я учился прилично. Я хотел первой ответить. Я не... Знаете, очень удивительная вещь. Я же домашний. Я дома вырос. Я детей видел редко. Я в детский садик пошел только вот накануне школы. Меня отдали, чтобы я научился с детьми как-то коммуницировать. Я все время был один. И, конечно, мама сделала нехорошую вещь. Меня очень сильно, ну, как сказать так, развили. Мне очень много всего показали до школы. Я мог рассказать многие вещи. И мне, видимо, хотелось поделиться информацией. И когда что-то спрашивали, я прямо тряс этой рукой, потому что я всегда знал ответ. Я мог рассказать. А это раздражало. Очень сильно раздражало. Вот. Я в своей характеристике школьной прочитал, но когда я еще совсем маленький был, это до хореографического училища, любит поучать. И мне стало так смешно, потому что, видимо, мое вот это, что я хотел объяснить, я... Знаете, еще когда дети очень быстро соображают, да? Их раздражают те, кто соображает медленно. Вот они меня очень сильно раздражали. И я сразу хотел научить чему-то. А педагогу это не нравилось, потому что, видимо, у меня от природы есть педагогические качества, очень сильные. Ну, сейчас мы узнаем, что они очень сильные. У меня бревно начинает двигаться. Но я, видимо, в детстве это проявляется. Ведь, понимаете, очень хорошо сказал Ролан Петти когда-то. И это идет про любую профессию, на самом деле. Он сказал в хореографах, что если человек не ставит в 5 лет, нельзя начать в 40. Это глупость. Вообще, на самом деле, профессия проявляется в детстве. Да, я когда читал стишок, или я начинал там танцевать, или там, ну, что-то представлять ребенком, никто же не знал, что я артистом буду. Конечно, я выделялся из всех. Плюс еще эта фигурка, которая, ну, она, конечно, очень сильно выделялась. И за это ненавидят миллионы. Пример, который вы привели, то, что вы воспитывались, то, что сейчас называется на удаленке. Сейчас многие говорят, что если дети не будут в коллективе учиться и расти до школы, то они каким-то будут дефектными. Ваш пример как бы опровергает этот тезис, что можно было без общения. Ну, удаленка какая была? У меня же не виртуальное было общение. Нет, у вас никакого не было, вы же сказали, что вы учились. У меня было в основном общение с... Просто как получалось? Я выходил гулять, детей не было. Когда меня уже звали домой, дети приходили из детского садика, ну, мало кого выпускали. Я видел их не так часто, как бы, да? Потому что в основном все, кто жил в нашем дворе, они ходили в детский садик. Ну, я с ними дружил, просто мы пересекались не так часто, как бы мне хотелось, может быть, в детстве. Но что было... Я со взрослыми очень много общался. Почему мне всегда интереснее люди старше меня, они больше знают. Во-первых, у них можно учиться, с ними интересно. У меня нет... Вы знаете, вот когда вот возрастное... Мне стыдно спросить или стыдно сказать, что я не знаю. У меня такого нет из-за этого. Вы сказали, что острый на язык, что язык как бритва. Я обратил внимание, что вы как раз любите обобщать. Вы редко очень называете имена и фамилии. Вы вот можете сказать... Это я стал осторожный. Да? Да. Вот недавно в этом году было одно интервью ваше, которое я смотрел накануне нашей встречи сегодняшней. И вы там упомянули питерский снобизм. Что в этом городе все вот... Вы имели в виду балетных? Вообще город. Вообще город. Вообще город. А в чем это вот проявляется и как это на вас-то отразилось? Имеется в виду ленинградской и московской школы? Нет, в чем? Ну вы посмотрите, ведь они понаехали сюда в Москву, обожают Питер, но живут здесь. Они не хотят. Уезжайте, люди. Понимаете, я это говорю, потому что я не москвич. Я... Вот мама не хотела рожать в Москве. Я мог это сделать. Она меня родила в Тбилиси. Я тбилисец, потому я так спокойно рассуждаю о Москве и Питере. Вы учились в Москве? Да, конечно. Я вырос. Мама считала, грузин должен родиться в Тбилиси. Все. Она вообще не любила Москву. Она выросла здесь. Она закончила все учебные заведения в Москве. И, видимо, сложность, с которой она столкнулась до моего рождения, я в 43 года родила она меня, конечно, видимо, вот эти вот были у нее какие-то, ну, ей больше нравилось спокойный, тихий, теплый Тбилиси, где можно попить воду из-под крана, никуда не спешить, где хорошая размеренная жизнь. Она вообще никогда не хотела здесь жить, она никогда не хотела возвращаться. Это все было из-за балета только, из-за моего настояния. А я всегда говорю, я обожаю Москву. Для меня главный город Москва. Я никогда не скажу, я очень люблю Питер приехать, побыть там, погулять. У меня много друзей. Это один из самых красивых городов вообще во вселенной. Это, но мой город, там, где мой дом, это Москва. Я не стесняюсь этого. А они все рассказывают, какие они питерцы, но живут в Москве. Потому я говорю, если вам нравится так Питер, живите в Питере. Все, кто мне рассказывает, как хорошо в Тбилиси, я говорю, прекрасно. Живите в Тбилиси, я не хочу. Обожаю в Тбилиси приехать, вкусно поесть, всех повидать и уехать к себе на Фрунсовскую набережную. Москва, в которой вы учились, и нынешняя Москва, это, если мы говорим о москвичах, а не об архитектуре или транспорте, это тоже самый город? Нет. Москва вообще, как Лондон, как Париж, как Токио, как Нью-Йорк, это мегаполисы, которые меняются в первую очередь, потому что меняются технические какие-то возможности, меняются взаимоотношения людей. Друзья, потом, как правило, коренных жителей этих городов не существует. Их очень маленький процент. Они пытаются себя спасти, но им не... у них это не удается. Настоящие москвичи, они... Вот когда говорят, там, питерская интеллигенция, питерская интеллигенция далеко до настоящей московской интеллигенции. Просто ее вывели, ее уничтожили. Но, понимаете, вот что еще было? Номенклатурность поменялась очень сильно. Все-таки вы не забывайте, я вырос в очень номенклатурной школе. Чуть старше меня училась внучка генсека Андропова, чуть позже меня училась внучка генсека Горбачева. Мы были школа номер один в Советском Союзе. Каждый служащий у нас был сотрудником или осведомителем. У нас не было простых педагогов, у нас не было простых людей. Все, ну, как бы, я не беру балетных, хотя половина этих балетных тоже служила на систему. Потому, как бы, вы поймите, мы были привилегированные дети. Начиналось все с нас, а потом вот все школы мира в Советском Союзе, как бы, да? Потому, как бы, понимаете, сейчас, наблюдая детей, так скажем, номенклатурных, ну, они сильно отличаются от тех. Они совсем другие, они на понтах, они на... Все на нюансах, на айфонах, машинах и бог знает чем. И, конечно, с простыми детьми, которые там учатся, их очень мало. В московское училище практически нет нормальных детей. Это туда не попасть нормальным детям. Ну, их очень мало, но они очень, как бы, нищие по сравнению с тем, что делается вокруг. Это поясните. Они же не нищие в материальном смысле. В материальном плане нищие. В материальном плане нищие? Конечно, нищие. Конечно, нищие. И очень удивительно, вот это было очень смешно, дочка нынешнего ректора московского училища, Анечка Леонова, она моя крестная дочь. Я ее крестил еще, когда никто не знал, что ее мама станет ректором когда-то, что я стану ректором. Ну, был 95-й год, Аня заканчивала школу. И так смешно выпустилась у нас одна девочка, сейчас она прямо балерина Большого театра. И в Питере у меня, как бы, я был уже ректором. Ну, и что-то там они возмущались, почему опять Ленинградку взяли, дают роли. Ну, потому что они лучшие, мы лучше учим. Ну, что сделать? И Аня мне говорит, я говорю, ну, понимаешь, у нее, говорю, еще родители непростые, как бы. Вы не очень возмущаетесь, потому что опасно так язык распускать. Она говорит, непростые, а что же она тогда училась в Питере? И я так захохотал, потому что это было так искренне сказано, как непростые учились в Питере, что... Я говорю, ну, понимаешь, они настолько непростые, что они и так знали, что она попадет в Большую. Очень изменилось, много что изменилось. Вообще город изменился. Я так хорошо помню, как эту площадь Пушкинскую, потому что мы открылся... Это моя юность, открылся Макдональдс, и мы ездили постоянно в Макдональдс. Это был самый шик вообще. Кто-то один сбегал, занимал очередь, а мы во время обеда, потому что мы целый день же учимся, у нас час обед. И мы приезжали на 31-м троллейбусе, он тогда очень быстро ходил, пробок не было. И мы, значит, раз, и всем классом туда, в Макдональдс, вот я вырос на этой площади. Я помню перемену страны благодаря этому Макдональдсу и этой площади. Но сейчас каждый раз, когда проезжаю, уже все это, ну, не то, конечно. Мы с вами очень коротко до начала эфира говорили про карантин. Вы меня удивили, сказав, что вам нравилась вот эта ситуация, когда все закрыто, никто никогда не ходит. Поподробнее хотим. Я попал в Москву моего детства, потому что раньше на Фрунзенской набережной, где я вырос, у нас не ходили троллейбусы, ну, как бы он один раз в час шел. У нас не ездили практически машины, у нас не было людей там. Мы аборигены, как бы, мы могли гулять нормально. В Нескучном саду было тихо, никаких этих вот увеселений, корабли не ходили в этом жутком. И вдруг я попадаю в Москву моего детства. Закрыт Нескучный сад, а я живу окнами на Нескучный сад. Не ездят корабли. У меня вообще было ощущение, что скоро дельфины поплывут, потому что Москва, река стала чистая. Нет людей лишних, нет вот этого вот толпы, которая идет и идет по набережной. Нет этих жутких свадеб, которые постоянно, значит, на теплоходе. Блин, кошмар какой-то, понимаете, отравили этот город. И вдруг вот это началось, как в детстве. Я выходил гулять с книжкой, садился на скамеечку, хотя она была перевязана. И тихо читал книжечку, смотрел на Нескучный сад, подходил к окну. Никого. Красота. Ну, вообще все красота. Белесть. Не знаю. Лучшее время в жизни. А вот интересно, вы как человек сцены, вы можете выступать на сцене, если нет зрителей? Это то же самое, если есть зрители, или если есть просто камеры, которые передают изображение? В моем случае была одна прекрасная вещь. Я близорукий. Я из-за того, что не хотел видеть своих доброжелательных коллег в кулисах, а их меня, как вы знаете, ну, вы знаете, вы театральный человек, вы со многими общались, меня любили с детства, потому что я очень быстро взлетел. Ну, и как бы я, чтобы их не видеть, уши я вообще всегда закрывал, а чтобы их не видеть, я никогда не носил линзы. Я вообще зрительный зал не вижу. Конечно, я очень хорошо чувствовал дыхание зала, у меня великолепный слух. Я знал, где какой клакер сидит по уровню, потому что у всех у них разный хлопок. Я по трансляции определял, кто пришел. Кто пришел, кто куда сел, кто заказал из артистов, я сразу понимал, какой успех будет, какая диспозиция, потому что я всегда работал без специальных хлопающих людей. Мне не надо было это заказывать. И вот, конечно, дыхание зала – это очень важно. Я обожаю в театре тишину, когда тебе удается своим исполнением так, что никто не дышит, потому что все вовлечены в действие. А это очень слышно. Вот без этого я не понимаю, как существовать. Я их, слава богу, никогда не видел. Но вы их чувствовали всегда. Я их чувствовал. Я не понимаю. Больше всего я радовался на карантине. Я вам, по-моему, говорил в прошлый раз, когда мы увидели, что я не артист, что мне не надо сохранять себя в форме, что я не переживаю, что время идет, а никакого толка нет. Вот. Вот это лучшее. Что значит «никакого толка нет»? Ну, простой полгода. Это очень сильно складывалось. Я сейчас был на спектаклях и в Большом, и в Мариинске, и вот там на всяких концертах. В ужасающем виде все просто. Спектакли смотреть нельзя. Вы давно это говорите. Это не посткарантинная история. Просто дело в том, что ужасающий был уровень, а сейчас еще люди тотально не в форме. Понимаете, когда вы должны войти, это завод. Он как нефтеперерабатывающий завод. Его останавливать нельзя. Он круглосуточный. То же самое музыкальные театры. Это останавливать нельзя на самом деле. Каждый раз, когда мы возвращаемся из отпуска, мы месяц входим в форму. Хотя спектакли идут, смотреть это не рекомендуется. В сентябре не рекомендуется вообще заходить в зрительный зал. Но это очень мало кто может быстро войти в форму. Но тогда, в те годы, когда были руководители с головой, когда они что-то понимали в профессии, репертуар составлялся так, чтобы вы гармонично вошли в форму. Понимаете, да? Потому что это человеческий организм. Есть вещи, которые делать нельзя. Ну, точно так же, как нельзя поесть огурцы и выпить кефир. Будет нехорошо. Вот, к сожалению, выход из этого карантина был сделан чудовищно. И в Мариинке, и в Большом. Огромное, во-первых, количество заболевших было сразу. Потому что, ну, просто элементарно даже, понимаете, даже распределить репетиции по залам, чтобы люди не пересекались, очень просто. Просто у тебя должен быть мозг для того, чтобы соображать. И второе, сообразно поставить репертуар, потому что сразу жахнуть, как в Большом театре были даны спящие красавицы, это расписаться в собственном полном дебилизме. Потому что, ну, во-первых, это безумно населенный спектакль. Сразу дали шесть составов. Шесть составов от репетирования «Спящую красавицу». Это весь коллектив работал без остановки, друг с другом вот так. Естественно, полегло очень много народу. Там скончался педагог один, скончался концертмейстер. Все от ковида умирали. Но это все скрывается. Ну, как бы, понимаете, ужас вещев. Плюс еще, это не приносит пользы для танцующих. В Маринке уже идет вторая волна. Люди стали по второму кругу болеть этим. Уже не по первому, по второму пошло. Потому как бы есть вещи, вот есть вещи, которые, ну, они для производства нужны. Как покрытие пола, как акустика, там, и так далее, и так далее. Это точно так же, но это касается человеческого организма. Если ты это не понимаешь, ну, никакой пользы не будет. И главное, качества не будет. Понимаете? А изменилась ли ситуация с спекуляцией? Били билетами к большому. То есть это по-прежнему пустуют места из-за того, что... Вообще полупустой театр. Я вам могу показать... Не из санитарных соображений, а полупустой? Там никакой не было шахматной рассадки, ее и нету. Просто полупустой зал. Потому что все остается на руках у спекулянтов? Да. Люди не ходят, люди не покупают. Это по вашим ощущениям как-то вы можете спрогнозировать? Это теперь навсегда? Или это какая-то ситуация? Ну, знаете, большого театра вообще по истории ситуация самая лучшая в мире. Ни один театр никогда не сравнится с ним по Блиссити, понимаете? Это единственный театр вообще у нас в стране тогда, который окупался. В Мариинский театр могли прийти в 90-е годы лечь просто, лечь. А в Большой невозможно было купить билеты. Потому что там всегда будет народ. Это еще продается люстра, колонны и так далее. Но мы забываем одну вещь. Тогда еще качество было фантастическое. Сейчас, вы понимаете, я меломан и балитоман. Я вырос в Большом театре. Мы в ложе, если вы помните, стояли, пропуска были. Помимо того, что 10 человек сидело в каждой ложе, сейчас в лучшем случае 6, и она еще выкуплена кем-то. Она обычно пустая. Вас в ложу не впустят. А тогда мы сидели по 3 человека только на этом бордюре. Еще человек 7 стояло. В каждой ложе. Представляете, 2500 человек сидит. И еще, наверное, тысяча стоит везде. О чем вы? Сейчас о таком мечтать никто не может. Во-первых, людей не впускают. Балитоманов, меломанов не существует. Никто не может. Допустим, я хочу посмотреть все составы Лебединого озера. Это что, на каждый спектакль мне надо покупать по 15 тысяч билет? О чем вы? Кто это будет тратиться-то? Кто такие деньги может заплатить? Огромное количество лож стоит просто пустых, потому что они не продаются, потому что это выкуплено навсегда. У нас было в наше время, вы должны помнить, вот была правительственная ложа, которая называется Сталинская. Вот это. И две ложи рядом. Это ложа КГБ. Туда даже вход отдельный. Он не из бенуара, а из специальной двери. Но в ложу КГБ часто ходили люди. Там сидело не как обычно, не во всех. А там было по 2 человека. Приходили люди. Но так, чтобы было вот так. Ты выходишь на сцену, и все пустое. Портер. Ну, вот я вам покажу фотографию. У меня есть в телефоне. Мне прислали. Вот сейчас. Перед спящей красавицей. Вот уже гаснет свет, и дирижер сейчас войдет. Страшно смотреть. Просто вымерший театр. Это наша ситуация национальная, или это глобальная вообще тенденция? Падение... Искусства? Да. По планке. Она связана с чем, по вашему мнению? Менеджеры пришли к власти везде. И сломали институт звезд. Института звезд не существует даже в Голливуде уже. Ого! Вот это заявление. Ну, а что? Раньше были эти огромные корпорации, которые растили эти звезды. Да, они делали из... Ну, как бы... И они очень сильно следили за всем. Делали карьеры, поблизости и так далее. Сейчас те, кто становится большой звездой, даже в Голливуде, они... Ну... Это очень мало количества людей. Не так, как было раньше. Почему, как вы считаете? Невыгодно. Платить надо много. Зачем? То есть в Голливуде сейчас разве не платят много? Смотрите, я вам напоминаю вашу молодость. Допустим, вы пришли в Большой театр. И у нас ЧП, смена состава. Вы первым, вот там, где отрывают вам билетик, там висела табличка. Уведомляли. Уведомляли, что вы когда-нибудь видели последние 20 лет? Ну, уведомляли иногда, что цискоридзе будет. Нет, цискоридзе, это значит, вам сразу цену подняли. Вы не путайте, это один человек в этой стране такое может быть. Его нету больше. Это вот так удачно сложилось. Что успех спектакля не ценится по количеству вошедших в зал. Вы посмотрите количество оставшихся. Хотя бы после первого акта. Кто пришел? Ну, не рано рассказывать сказку. И, как правило, я предлагал многим вашим коллегам, журналистам, сделать расследование, статистику. Все спектакли, которые объявлялись шедевром и получали золотую маску, давно сняты с репертуара. А доход приносит Лебединое озеро, Спартак, Дон Кихот. Почему-то я не удивлен. Николай, у нас по формату мы финишируем следующим образом. У нас есть карась золотой, дядя Володя. И мы просим нашего гостя озвучить вслух какой-нибудь золотой рыбки. Дядя Володя? Да. Даже не знаю, что пожелать у дяди Володи. Все равно будет мало. Ну, например, что-нибудь. Ты говорил с королем, и ничего у него не выпросил? Да, да. Не знаю. Я... Ну, раз надо озвучить, оно явно не сбудется. Но тем не менее. Но тем не менее, давайте мы загадаем, чтобы раз мы говорили об искусстве, чтобы искусство вернулось в храмы искусства. Я присоединяюсь, и огромное-огромное спасибо вам за беседу. Огромное. Вы, как всегда, чудесны. Пожалуйста. Спасибо.